На неделе Азербайджан отметил День вооруженных сил. Азербайджанская армия была создана 101 год назад, 26 июня 1918 года в Гянже, решением парламента Азербайджанской Демократической Республики. Стоит отметить, что в 2019 году Азербайджанская армия, согласно отчету организации Global Firepower, была признана самой сильной на Южном Кавказе. Так, в рейтинге по своей мощи Азербайджанская армия занимает самое высокое место среди закавказских государств, а именно 52-е, Грузия 85-е, Армения замыкает сотню, находясь на 96-м месте. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Мощь, боеспособность, профессионализм нашей армии возрастают. Сегодня наша армия находится на самом высоком уровне. Азербайджанский народ и военнослужащих с Днем вооруженных сил поздравила первый вице-президент Азербайджана, Михребан Алиева. Армия – это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. Дорогие наши воины, мы гордимся вашей самоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем. В военной сфере Азербайджан сотрудничает со многими странами. Один из его главных партнеров России, делегация из Азербайджана ежегодно, участвует в международном военном техническом форуме «Армия», который прошел в Подмосковье. Азербайджан представлял замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев. Он провел встречу с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым. Также Мусаев встретился с гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Абносовым. По итогам встреч было решено, что Россия и Азербайджан в ближайшее время подпишут новое соглашение в оборонной промышленности. Однако Азербайджан не только покупает, но и сам производит оружие. На выставке была представлена продукция Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Снайперские винтовки, автоматы, наступательные пулеметы, гранатометы, минометы, а также полуавтоматическая снайперская винтовка «Хищник».